Всем привет и сегодня мы проведем обзор полноразмерных наушников от компании COS под названием UR23IG. COS это американская компания, которая специализируется на производстве наушников, гарнитур и микрофонов. Наушники выглядят стильно и современно, и будем надеяться, что и качество звука в них на высоте. Ну что же, начнем наш обзор, поехали! Перед нами красивая коробка с наушниками COS, модель UR23IG. Рассмотрим упаковку. На лицевой стороне мы имеем надпись COS, логотип компании, надпись Overear Headphones, означающая наушники, находящиеся над ухом, OneTouch микрофон, микрофон с функцией одного касания, с боку мы имеем надпись логотип COS, надпись UR23IG и надпись Full Size Headphones, что означает полноразмерные наушники. Снизу мы имеем Music, Games, Web, Movies, что означает, что они предназначены для музыки, игр, интернета и фильмов. Значит, с другого бока у нас также имеется логотип названия модели, Full Size Headphones, а также краткие характеристики. Здесь имеется штекер на 3,5 мм, длина шнура составляет 4 фута, что в метрах будет 1 метр 22 сантиметра. Частотный диапазон от 20 до 20 тысяч Гц, импеданс 34 Ома и чувствительность 94 дБ. Также у нас снизу имеется надпись COS Stereophones Hearing is Believing, ну, скорее всего, означающая живой звук. Также адреса, гарантия, штрих-код и надписи напечатано в Китае и сделано в Китае. На задней стороне куча красивых картиночек, логотип, название модели, Full Size Headphones with Microphone, полноразмерные наушники с микрофоном, а также 3 картинки. Strong and Lightweight, это будет означать, что они мощные и легкие. Durable Construction, это прочная конструкция. Control and Communication, контроль и коммуникация, Integrated One-Touch микрофон, с микрофоном с функцией One-Touch, с функцией одного касания. Также D-Profile Shape fits the ear. Это будет означать, что наушники имеют D-образную форму, соответствующую форме уха, для превосходного звучания и комфорта. Ну что же, откроем коробочку и посмотрим, что лежит внутри. И так, внутри мы имеем, помимо самих наушников, вот две таких вот бумажки. Здесь у нас есть информация о гарантии на неанглийском языке, на каком-то другом, а также на английском языке. Также здесь у нас имеется предупреждение об использовании устройства на различных языках. Итак, ну вот перед нами наушники, вот так вот они выглядят. лёгкие. Шнур в форме лапши, что плюс. Штекер. Провод довольно мягкий, и что как бы тревожит, он довольно тоненький. Будем надеяться, что проработает долго. Имеется также вот такой вот микрофон. Ну микрофон довольно маленький. Посмотрим в обзоре более подробно, как он работает, и как звучат наушники. Материал изготовления наушников – это пластик. Амбушюры выполнены из кожезаменителя. Наушники приятно сидят на голове. Наверное, это из-за того, что они обладают лёгким весом. Шумоизоляция в них хорошая. Провод выполнен из резины. Резина очень мягкая. Провод имеет сплюснутую форму. Это предотвращает запутывание проводов. Из особенностей, значит, у каждого уха имеется свой провод. На некоторых наушниках сейчас делают два провода, совмещенных в один, и расположенных у одного уха, что мне кажется более удобным. Что касается микрофона. Микрофон звучит довольно хорошо. Качество звука микрофона можно сравнить приблизительно с встроенным в смартфон iPhone 5s микрофоном. При входящем вызове кликаем один раз. Принимаем звонок. Два раза кликаем. Звонок прекращаем. Если же у нас прослушивание музыки, то, значит, кликаем один раз. Это пауза или play. Два раза. Следующий трек. И три раза. Раз, два, три. Предыдущий трек. Что касается качества звука. Мне показалось, что инженеры создавали эти наушники с упором на бас. Бас здесь очень хороший, из-за чего средних частот немного не хватает. И если вы прослушиваете, например, электронную музыку или рэп, то качество просто отличное. Если же слушать более спокойную музыку, такую, например, как попса или что-то подобное, то мне показалось, что средних частот немного не хватает. Также наушники обладают неплохим запасом громкости. В среднем трек комфортно слушать на 70% громкости. Все, конечно же, зависит от качества записи трека. Некоторые треки можно слушать и на 100% громкости. Ну что же, при цене в 1500 рублей вы получаете довольно качественные, с неплохим звучанием и стильным внешним видом наушники. Тонкая душка также будет очень удобна, так как не будет портить прическу во время ношения наушников. В то же время вся эта конструкция выглядит довольно хрупкой, и пластик, из которого сделаны наушники, не прибавляет уверенности, хотя производители заверяют в обратном. Итак, если вам нужны полноразмерные, стильные и относительно недорогие наушники, и вы будете аккуратно с ними обращаться, то рекомендую эту модель к покупке. Итак, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, всем пока!